привет с вами Сан Саныч и сегодня я покажу как быстро и красиво завязывать галстук и так первый совет галстук заводим под воротник чтобы потом воротник не ломать потому что очень часто не ломается галстук вы заводите под воротник чтобы он у вас вот так свободно гулял это такой первый лайфхак в завязывании галстуков дальше ну сейчас я покажу вам произвольно вам нужно будет потом научиться регулировать длину галстука а длине галстука мы поговорим тоже позже но для начала тренируемся и так маленький конец галстука у меня в правой руке большой соответственно влево на больших пальцах и так идет перекрещивание раз пальчиками придерживаем заводим первый узелок второй узелок и третий который уже формирует подушечку и вот под него заводим большой конец галстука затягиваем так не резко что получилось красивая подушечка формируем ее уже здесь непосредственно перед зеркалом как видите все очень легко и просто мои рекомендации по длине галстука длина галстука должна чуть-чуть перекрывать бляху ремня слишком длинная это плохой тон слишком коротко это лоховство как говорят в одессе нельзя чтобы было все сразу и море и по колено выбирайте что-то одно с какой целью носят галстуки их одевают на бизнес-встречи корпоративное мероприятие или например банкет но я думаю что все вы согласитесь что рано или поздно галстук нужно снять сейчас я покажу два самых популярных способа как снимать галстуки первый как снимают галстуки люди которые не умеют их завязывать это очень красиво и очень увлекательно потом аккуратненько вот так вот его вешают вешалочку хороший способ так способ номер два вы уверены рукой глядя в глаза собеседнику ну а лучше собеседнице делаете вот так вот и вот так и сразу понятно что перед вами уверенный в себе мужчина а какой способ развязывания галстука понравился вам пишите в комментариях под видео ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал взрослый разговор в следующем видео я расскажу о том как удобно хранить мобильный телефон в автомобиле так чтобы время движения он у вас не падал и всегда был под рукой это тот лайфхак которым я лично пользуюсь это Субтитры сделал DimaTorzok